Выборы председателя, итоги пятилетней работы и главные направления партийного строительства «Единая Россия» провела ежегодный съезд. Пенсии россиян проиндексируют. Увеличенные выплаты пенсионеры начнут получать с 1 февраля. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Дмитрий Медведев вновь избран председателем партии «Единая Россия». На новый пятилетний срок его избрали члены партии и делегаты съезда, который прошел в Москве. Вместе с выборами председателя партии прошли и выборы руководителя Высшего совета. На эту должность вновь избран Борис Грызлов, а секретарем Генерального совета Сергей Неверов. Вместе с тем в составе самого генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению съезда он обновился наполовину. Ключевым событием форума стал доклад председателя партии, в котором были подведены итоги пятилетнего этапа работы партии, выборной кампании 2016 года, проанализированы первые месяцы работы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы и послания президента, а также определены главные направления партийного строительства. Мария Владимирова продолжит. Съезд партии «Единая Россия» в этом году на площадке ВВЦ собрал более трех тысяч человек. Это делегаты, представители профильных министерств и ведомств, общественные организации, депутаты и представители средств массовой информации. Два рабочих дня в детальном обсуждении работы партии и реализации партийных проектов. Итоги работы по реализации предвыборной программы партии и определения приоритетов работы «Единой России» в текущем году обсудили на семи дискуссионных площадках. Одна из них – качество государства, эффективность власти и народный контроль. «Современные политики России, которые реализуем мы вместе с вами, это ответственная политика, это честная политика, которая готова постоянно к диалогу и к обсуждению. И готова не только к обсуждению задач, но и отчету по достигнутым результатам. Несмотря на то, что после съезда партии, где мы принимали нашу общую программу действий, прошло всего лишь полгода, мы сегодня с вами уже можем обсудить вполне конкретные, осязаемые результаты нашей общей работы». Говоря о первых шагах реализации программы партии, Ирина Яровая отмечает необходимость повышения парламентского контроля, повышение качества государственных услуг, называя это важнейшими направлениями. В частности, «Единая Россия» с помощью своих региональных отделений в 2017 году намерена усилить парламентский контроль за целевым использованием бюджетных средств на региональном уровне. «Когда мы говорим об эффективности государственной власти, то здесь решают об эффективности управленческих решений. И вот, наверное, новое, что было сказано, это о том, что будет уступать ответственность за правильность принятия решений тем или иным чиновникам. Ну, это, наверное, правильно, потому что должна присутствовать обратная связь. И вот такая возможность при принятии решений, она должна присутствовать». В 2017 году «Единая Россия» будет реализовывать два проекта в сфере культуры – «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Об этом заявила заместитель и председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в ходе дискуссионной площадки «Умная сила» и «Культурное лидерство». Так, по её словам, в 2017 году на реализацию проекта «Местный дом культуры» выделено из федерального бюджета почти полтора миллиарда рублей. Депутат заметила, что эти небольшие деньги станут первыми шагами в программе ремонта сельских клубов. Причём на эти цели необходимо привлекать и средства местных бюджетов. «Я думаю, что мы и в Нинецком автономном округе будем реализовывать и обращать внимание на эти проекты. Ну и вместе с тем партия даже не то, что обратила внимание, а чётко сказала, что люди, ответственные в рамках региональных отделений, будут отвечать за эти проекты, их продвижение, их реализацию. И поэтому мы можем говорить о том, что результат этой работы, он должен быть виден». Партия реализует и проекты, связанные с доступностью и повышением качества медицинской помощи. В ходе работы дискуссионной площадки «Здоровое будущее» обсуждались не только вопросы, связанные непосредственно со здравоохранением, но и аспекты, касающиеся качества жизни и среды обитания россиян. Затрагивались вопросы экологии, качества продуктов питания, формирования навыков здорового образа жизни, воспитания подрастающего поколения. С начала работы седьмого созыва Госдумы в ходе осенней сессии были приняты такие важные законопроекты, как строительство перинатальных центров, причём за ходом их возведения ведётся парламентский контроль, продлено действие программы «Земский доктор», сделан акцент на развитии высокотехнологичной помощи и санитарной авиации. Впереди реализация новых инициатив. Будет в скором времени выйдет в работу единая электронная база клинических рекомендаций, которая позволит также отслеживать электронным путём качество. Будет выйдет законопроект, который утвердит использование технических рекомендаций на всей территории Российской Федерации. Самой оживлённой стала площадка «Быть хозяином в собственном доме». Это тоже один из пунктов предвыборной программы партии. Очень много было выступающих из регионов, которые задавали вопрос в основном касающийся улучшения работы управляющих компаний. И я для себя сделала выводы, что у нас в регионе надо, есть над чем работать, надо улучшать работу по просвещению потребителей, поучить граждан быть собственниками в своём доме, совместно с органами власти, совместно с некоммерческими организациями, курирующими работу в сфере ЖКХ, совместно с управляющими компаниями. Обсуждение работы дискуссионных площадок, участие в которых приняли 1400 человек, продолжили и во второй день работы съезда, на пленарном заседании. Его открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Он подвёл итоги работы за прошедшие пять лет. Этот путь не всегда был простым. Политической системе, в которой работали партии до 2012 года, нужны были перемены, так как в обществе сформировался запрос на её изменения. Полководством страны в тот период было многое сделано для повышения конкурентности и открытости политической деятельности. Единая Россия начала меняться первой. Мы все вместе с вами выстроили партию нового типа. Мы оптимизировали кадровую политику, реформировали наши структуры, обновили формат общения Единой России с избирателями. И всё это для того, чтобы отвечать тем требованиям, которые предъявляют наши люди. Работать усиленно придётся и дальше, отметил Дмитрий Медведев. И призвал делегатов съезда расстаться с иллюзиями, что в отношении России будут отменены санкции. Это случилось надолго. И надеяться нужно только на себя. Мы должны заниматься своей страной, мы должны заниматься своей экономикой, мы должны заниматься своим населением. И то, что сегодня во главу угла ставится конкретный гражданин с его чаяниями и проблемами, вот это самое важное. И второе, что мы должны собственные проблемы решать самостоятельно. И надеяться по большому счёту на какое-то чудо, у нас сегодня такой возможности к счастью нет. Также был отмечен ряд поддержки тех отраслей, которые сегодня показывают, конечно, рост. В первую очередь, это сельское хозяйство. Здесь мне очень приятно, что наш округ идёт в таком общероссийском тренде. Я всегда говорил, что Нейский автономный округ – это такая небольшая проекция нашей страны. У нас огромная территория, низкая плотность населения. И, конечно же, тот вектор, который сегодня мы задали – это развитие собственных производств. Это создание рабочих мест, не связанных впрямую с бюджетной сферой, но при поддержке бюджета, так как субсидирование различных видов деятельности. Чтобы обеспечить устойчивость региональных бюджетов, правительство приняло ряд мер. В частности, заложило в федеральный бюджет средства на бюджетные кредиты регионам. Мы знаем сегодня, какое положение во многих субъектах закредитованы, имеют большой государственный долг. Вот это, я считаю, очень важная и главная задача для всех органов государственной власти, начиная с федеральных органов власти, правительства, депутатов Государственной Думы и, конечно, нас, чиновников, депутатов нашего регионального уровня. И в этом вопросе уже сделаны некоторые шаги, в частности, в федеральном бюджете на текущий год, запланированы действительно хорошие, солидные суммы для поддержки регионов, в том числе и 200 миллиардов рублей для выделения бюджетных кредитов для регионов Российской Федерации. Среди новых задач на ближайшие пять лет Дмитрий Медведев назвал кадровые ротации, открытость перед людьми, партийную систему защиты прав граждан. Ещё одна задача – народные списки. Дмитрий Медведев определил, что через процедуру праймерис в ближайшие пять лет будут проходить и кандидаты в региональные парламенты. Абсолютно правильное решение. Ещё раз повторюсь, вот именно предварительное голосование на этой стадии, когда мы ведём дебаты, когда мы вступаем в прямой диалог с жителями округа, как раз вот именно на этом этапе и определяются реальные лидеры, как в политической жизни, как в конкретных делах с точки зрения профессионализма, личных, моральных качеств. Человек как бы прозрачен в ходе этих предварительных голосований. Поэтому абсолютно правильное решение. Председатель партии это озвучил на съезде, что уже на выборы в региональные органы власти мы, безусловно, будем проводить предварительное голосование. Ещё одна задача, определённая Дмитрием Медведевым – усиление значимости первичных организаций. В связи с этим он предложил увеличить представительство первичиков в Генсовете с 20% до 30%. Благодаря этому в принятии решений сможет принять участие большее число партийцев, а обратная связь станет лучше. Сегодня «Единая Россия» – это более двух миллионов человек. Все разные, но цель одна, подчеркнул Дмитрий Медведев. Успех каждого – успех России. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север Москва». Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсии. С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 5,4%. На традиционной встрече с вице-премьером и Дмитрий Медведев отметил, правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий, которая покрывает ежегодную инфляцию. В 2016 году уровень инфляции составил 5,4%. Деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете пенсионного фонда. На эти цели в общей сложности планируется потратить около 230 миллиардов рублей. Ольга Голодец отметила, подготовка к индексации находится на завершающей стадии. Подписаны два постановления правительства. На основании этих документов пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсии по старости и инвалидности. Это коснется более 31 миллиона неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсии в России достигнет 13 620 рублей. Таким образом, величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Ольга Голодец подчеркнула, властям удалось сохранить покупательную способность страховых пенсий российских пенсионеров. Научить правилам безопасности на дорогах. В детском саду «Солнышко» презентовали ресурсную площадку для адаптации на дорогах. Современное оборудование поможет малышам грамотно осваивать правила безопасности дорожного движения. Торжественное открытие ресурсной площадки, посвященной безопасности дорожного движения, состоялось на базе детского сада «Солнышко». В мероприятии приняли участие представители компании «Лукойл Коми», окружной госавтоинспекции Ненинского центра развития образования. В прошлом году детский сад «Солнышко» выиграл грант в конкурсе социально-культурных проектов компании «Лукойл». Центр развития ребёнка получил награду в специальной номинации «Энергия на благо человечества», посвящённой празднованию 25-летия компании. Открытие ресурсной площадки на базе детского сада «Солнышко» началось с перерезания ленточки. Сразу после этого заведующая Центром развития ребёнка Ольга Канева поблагодарила гостей за помощь и поддержку в реализации идей и начинании дошкольного учреждения. Особая благодарность прозвучала в адрес руководства компании «Лукойл Коми». По словам Ольги Михайловны, благодаря «Лукойлу» находят финансовую поддержку социальные и культурные проекты. Один из своих проектов на конкурс представил и детский сад «Солнышко». И вот в рамках, наверное, реализации наших затей нам нужны были средства передвижения для детишек закупить и необходимы ещё знаки. Так как у нас на хозяйственном дворе организована как раз площадка, где уже нанесена разметка дорожная, и вот там нужны средства передвижения и знаки дополнительные. Поэтому выпала такая возможность поучаствовать в проекте, конкурсе проектов социальных и культурных, как раз организованное «Лукойлом Коми». Конкурс социальных и культурных проектов нефтяная компания «Лукойл» проводит в Республике Коми и Ненецком округе с 2005 года. В прошлом году было зарегистрировано 102 проекта. Победителями стали 36, в том числе 7 из Ненецкого округа. Благодаря ежегодному конкурсу культурных и социальных проектов у людей появляется возможность выдвигать свои идеи, направленные на реализацию культурных проектов, улучшение социальных и спортивных мероприятий. И когда люди получают финансовую поддержку, то есть эти идеи воплощаются в реальные дела. И сегодня мы видим, что дети, на данном конкретном примере, имеют возможность изучать правила дорожного движения, поведения на улице. На средства гранта детский сад «Солнышко» планирует закупить дорожные знаки для уличной площадки и бибикары. Это оригинальное приспособление, чем-то напоминающее скейтборд. Для того, чтобы привести бибикар в движение, необходимо крутить роль в разные стороны, при этом нужно немного наклониться вперед. С новыми бибикарами изучать правила дорожного движения детям станет еще интереснее. Мы сегодня как раз показали, куда мы хотим реализовать эти деньги. Я думаю, что в следующий раз мы пригласим уже гостей, когда мы закупим эти бибикары, и будет возможность, например, презентовать нашу уже площадку уличную. Дело за малым – закупить бибикары и дождаться весны. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Ностальгия по родному краю и лучшие художественные описания новой земли. В Краевическом музее открылась выставка работы «Ковылки». В своих немногочисленных картинах мастер признавался в любви малой родине. Цветущий берег Карского моря, жизнь его обитателей и романтическую красоту новой земли. Теперь можно увидеть в 36 живописных и графических работах. В Ненецком Краевическом музее открылась выставка работ самого незаурядного художника Севера – «Тыковылки». Суровую красоту Арктики глазами художника удалось увидеть и нашей съемочной группе. На выставке «Сын полярной звезды» представлено четыре художественные серии. Это природа и повседневная жизнь на острове Новая Земля, рыбалка и морской промысел. Есть серия, посвященная одному из друзей – «Тыковылки». Как напишет в своем дневнике о картинах мастера, художник и писатель Степан Писахов, в них удивительно сочетается детская неумелость и сила, полнозвучие и утонченность европейских мастеров. Откуда у него это? Он слишком самообытен своим природным чутьем. Тыка сам найдет свою дорогу. Он сможет показать новую землю такой, какой мы, приезжие, ее никогда не увидим. Возможность увидеть творчество «Тыковылки» появилась у всех жителей округа благодаря совместному проекту Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и Ненецкого краеведческого музея. Надо сказать, что такая персональная выставка или конституция «Тыковылки» не была у нас уже больше 30 лет. И поэтому мы очень рады сегодня, что именно эту выставку мы презентуем по прошествии такого количества времени. Творческое наследие «Тыковылки» невелико. Его работы 20-40-х годов за небольшим исключением не дошли до нас. На этой выставке представлены картины, написанные в 50-е годы, когда он жил уже в Архангельске. Все они наполнены ностальгией по родине и стремлением поделиться воспоминаниями. Ведь в 50-х годах на Новой Земле началось возведение ядерного полигона. Все ненецкое население выселялось с острова. «Тыковылка» с семьей по распоряжению партии одним из первых перебрался в Архангельск. Он с грустью покидал Новую Землю и до последних дней мечтал увидеть родные места. Места, где он долгое время работал председателем Островного совета, был проводником экспедиции Русанова и картографом своего родного края. Люди его знают как научного исследователя острова Новая Земля. Ведь известно как исторический факт, что он самостоятельно ездил на северную сторону Новой Земли, которая наиболее суровая, и редко люди туда ездили. И он обследовал эту землю и нанес на карту все берега, изгибы. И в последующем, когда полярные исследователи ездили по этим местам и снимали на карту уже современными способами очертания берегов, они удивлялись, какой такой точностью, имея на руках только один компас, который с сильной морозы замерзал, у тыковылки не мог работать, он согревал его своим дыханием. А все-таки тыковылка умудрился такой труд большой совершить. Новая Земля, как писал ее Вылка, представляет перед нами прекрасным островом, обильным зверем и рыбой, где на просторе живут меткие охотники, удачливые рыбаки, где много всяческих красов и нет места бедам и страданиям. Увидеть эту суровую красоту глазами великого художника теперь может каждый житель округа. Выставка «Сын полярной звезды» будет работать по 27 февраля. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.